Общее сведение. Синдром Ленокса-Гаста-СЛГ – вариант эпилепсии детского возраста, для которого характерно сочетание отонических, миоклонических, тонических эпиприступов и атипичных абсансов «Медленный островолновый» подтерный ЭГ. В 1950 году СЛГ был выделен в качестве отдельного эпилептического синдрома, а в 1964-1966 годах Неврологическое сообщество признало его самостоятельной нозологической формой. Синдром Ленокса-Гаста по различным данным составляет от 3% до 10% всех случаев детской эпилепсии. Его распространенность колеблется в пределах 1-2,8 случаев на 10 тысяч. Несколько чаще встречается у мальчиков. Типичный возраст начала заболевания от 2 до 5 лет, реже – 6-8 лет. Сегодня СЛГ является тяжелым заболеванием с прогрессирующим течением, эффективное лечение которого пока является предметом надежд многих специалистов в области детской неврологии и эпилептологии. Синдром Ленокса-Гаста Причины синдрома Ленокса-Гаста Синдром Ленокса-Гаста относится к заболеваниям и теологические факторы которых пока точно не установлены. Известно, что во многих случаях синдром носит симптоматический характер и формируется на фоне генетической патологии последствий различных неблагоприятных факторов, действующих в перинатальном периоде и на первом году жизни. Однако в большинстве случаев морфологический субстрат заболевания остается невыявленным. К этиофакторам, способным спровоцировать развитие СЛГ, относят гипоксию плода, внутриутробные инфекции, краснуху, цитомигалию, герпес, токсоплазмус, родовые травмы новорожденных, в первую очередь внутричрепные, недоношенность, асфиксию новорожденных, тяжелые инфекционные заболевания в основного периода, менингит, энцефалит, аномалии, развитие головного мозга, гидроцефалию, кортикальную дисплазию, гипоплазию мозолистого тела и ДР. Метаболические нарушения с поражением ЦНС, отдельные генетические заболевания, например, туберозный склероз. В 25-40% случаев синдром Ленокса-Гаста возникает у детей с отягощенным по эпилепсии и семейным анамнезом. Кроме того, существует гипотеза об итеологической роли иммунных нарушений, в ТЭД. Часть возникающих вследствие вакцинации, примерно в 30% случаев СФЛГ является следствием эволюции синдрома Веста. Когда синдром Ленокса-Гаста манифестирует на фоне полного благополучия в здоровье ребенка и отсутствия в его анамнезе вышеперечисленных факторов, говорят о криптогенной, не имеющей вероятной причины в форме заболевания. Криптогенный вариант СФЛГ встречается в 10-20% случаев и отличается более благоприятным течением. Симптомы синдром Ленокса-Гаста Симптоматический синдром Ленокса-Гаста, как правило, дебютирует на фоне уже имеющегося отставания в умственном и психическом развитии. При криптогенной форме развития ребенка на момент манифестации синдрома соответствует норме. СФЛГ отличается большой вариативностью приступов, их различной продолжительностью и частотой. Атонические пароксизмы обусловлены кратковременной утратой мышечного тонуса. При их генерализованном характере происходит падение ребенка. Т. Н. Дропатака Локальные пароксизмы могут иметь вид внезапного подгибания коленей, выпадения предметов из рук, кивков, головой и тому подобное отличительной. Чертой атонических эпизодов при СЛГ является их молниеносность и кратковременность до пяти сек. Закрывающая круглая скобка. Генерализованные атонические пароксизмы СЛГ требуют дифференцировки от приступов миоклонической и остатической эпилепсии обмороков ОНМК. Миоклонические пароксизмы представляют собой локальные мышечные подергивания. Чаще охватывают мышцы сгибатели проксимальных отделов рук. При распространении на нижние конечности происходит падение. Характеризуется симметричным серийным возникновением в обеих конечностях и стереотипностью. Нуждаются в дифференцировке с миоклониями при клещевом энцефалите и токсических поражениях ЦНС, миоклонусом и эпилептического характера, для которого типичные нерегулярные асимметричные миоклонии, возникающие в ответ на различные сенсорные раздражители, звук, свет, прикосновения и не сопровождающиеся изменениями ЭГЭ. Тонические пароксизмы СЛГ часто возникают в период сна и отличаются своей кратковременностью. Средняя длительность 10 сек. Закрывающая круглая скобка точка. Сопровождается отключением сознания. Могут иметь генерализованный характер или проявляться в виде тонического напряжения отдельных мышечных групп заднейшейных, спинных мышц брюшного пресса, плечевого пояса и пер. Закрывающая круглая скобка точка. Тонические пароксизмы сопровождаются тахикардии, цинозом лица, слезотечением, апноэ, гиперсоливацией. Минимальные локальные пароксизмы тонического характера иногда с трудом можно дифференцировать от зевота или потягивания. Атипичная абсанса связана с частичным нарушением сознания. Проявляется временным оцепенением, отсутствием любой двигательной активности. При малой продолжительности абсансы зачастую не распознаются окружающими ребенка людьми. При СЛГ абсансы могут сопровождаться мышечной гипотонией, атонические абсансы и гипертонусом мышц спины, ретропульсивные абсансы. Чаще, чем другие виды эпилепсии, синдром Ленокса-Гаста сопровождается статусом абсансов, непрерывно следующими друг за другом абсансами. Такой бессудорожный эпистатус обычно возникает при пробуждении, может длиться несколько часов и дней. Задержка психомоторного развития ЗПР отмечается почти во всех случаях СЛГ. Ее выраженность зависит от формы синдрома криптогенной или симптоматической характера фоновой патологии ЦНС, тяжести и частоты. Эпилептических пароксизмов Как правило, на первый план выходят проблемы с обучением, владением новыми навыками и с усвоением новой информации. Зачастую наблюдается агрессивность, гиперактивность, эмоциональная нестабильность, характерные для аутизма особенности характера. Около 50% подростков, имеющих синдром Ленокса-Гаста, не владеют навыками самообслуживания. Еще 25% социально-эмоционально дезадаптированы по причине выраженной олигофрении. Особенности поведения и характера не дают возможность нормально адаптироваться в социуме даже тем пациентам, у которых олигофрения имеет легкую степень выраженности. Нормальная социальная адаптация наблюдается лишь в 15% случаев. Диагностика синдрома Ленокса-Гаста Синдром Ленокса-Гаста устанавливается на основании типичной клинической картины, состоящей из полиморфных эпиприступов и симптомов. Отставание нейропсихического развития Учитывается также возраст начала пароксизмов и семейный эпилептический анамнез. Большую диагностическую роль играет электроэнцефалография. Межприступная интиректальная ЭЭГ в бодрствующем состоянии регистрирует плохую структурированность и замедленность основного ритма. ЭЭГ-паттерн имеет картину гипсоритми с большим количеством спайков различной амплитуды. Наиболее высокие пики регистрируются в лобной области. ЭЭГ-паттерн в период приступов зависит от их формы. Методы нейровизуализации МРТ и КТ головного мозга выявляют преимущественно неспецифичные патологические изменения, внутреннюю гидроцефалию, атрофию подкорковых областей и корковых структур преимущественно лобной зоны, гипоплазию и лобных долей. Попытки проанализировать при помощи подголовного мозга степень утилизации глюкозы церебральными тканями дали противоречивые сведения. В одних случаях были выявлены зоны гиперметаболизма, в других – гипометаболизма, участие пациентов метаболизм глюкозы был в пределах нормы. По причине большой вариативности пароксизмов, синдром Леннекса-Гаста следует дифференцировать с целым рядом других форм эпилепсии, дебютирующих в детском возрасте, с миоклонической эпилепсией, доброкачественной ролландической эпилепсией, синдромом Веста. Детская абстансная эпилепсия, десметаболической эпилепсии при болезни Гоши Крабе, Немана Пика и Дере.